Всем привет! Меня зовут Манне. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вам рассказать про уход за кожей лица. Я считаю, что это самое важное, что должна знать каждая женщина. К сожалению, все больше и больше сталкиваюсь с людьми, которые не знают самых простых правил по уходу за кожей. Честно говоря, я сама не знала, долгое время к этому шла. Теперь я все изучила и научила действительно ухаживать за кожей. И результат на лицо. У меня кожа была совсем другая. Все знакомые это заметили. Она была и проблемной, и чувствительной, и сталкивалась со всем, чем можно, к сожалению. Итак, начнем с чистоты. Конечно же, самое главное, чтобы кожа была всегда чистой. Никогда, ни в коем случае не ложитесь спать с макияжем на лице. Это самый большой вред, который вы наносите к своей коже. И если даже у вас такая, настолько идеальная кожа, что после этого ничего не происходит, то есть остается все равно кожа сияющей, хорошей, все равно через много лет у вас появятся проблемы именно из-за этого всего. То есть, чтобы кожа оставалась как можно дольше молодой, нужно всегда следить за чистотой кожи. Что значит чистота, да? Как нужно очищать кожу? Я расскажу сначала про шаги, которые нужно делать обязательно по утрам, потом расскажу про вечер и далее уже то, что не обязательно делать каждый день, но тоже нужно делать. По утрам очень хорошо протирать лицо кубиками льда. То есть, вместо того, чтобы умываться, как обычно, да, многие делают, просто нужно протирать лицо кубиками льда, но желательно, конечно, не просто лед, а не обычный лед, а заваривать, допустим, ромашку. Это очень-очень полезно для лица. Это, во-первых, для цвета лица, чтобы не было кругов под глазами. Также это как упражнение для кожи, для всех клеток кожи, что стимулирует кровообращение, приток крови. И таким образом считайте, что вы просто делаете зарядку кожи лица каждый день, и это, естественно, даст эффект. У меня много знакомых, ну не много, но есть знакомые женщины, которые действительно это делали годами, то есть лет с 20, с 18 лет постоянно протирали лицо льдом, и лет 40-50 они выглядят намного моложе. Нет морщин, нет таких возрастных признаков. Это самый первый шаг. Если вы доведете до автоматизма это все, то вам не составит труда это делать. Все, что я буду рассказывать, все касается не только лица, но и, конечно же, шеи. То есть многие забывают об области шеи, даже декольте, поэтому тоже с возрастом это бывает на виду. Очень важно, очень важно использовать косметику, хорошую, качественную косметику. На этом не стоит экономить. Вот на этом уж точно не стоит экономить, потому что, допустим, если вы покупаете одежду, она, вы можете ее выбросить, она может там стать некачественной, и вы просто выкинете, но кожу вы же не выкинете, кожу на всю жизнь. Запомните это раз и навсегда. То есть всегда покупайте хорошую косметику. Итак, после льда мы очищаем, мы протираем лицо тоником или лосьоном, то есть очищающим тоже для дальнейшей чистки. То есть лед не полностью очищает, он больше, как я уже говорила, стимулирует, да, вот, а тоник, он уже завершает очищение утреннее. То есть герм для умывания, я думаю, что не нужно пользоваться по утрам. Это будет чересчур. Значит, ну я сама пользуюсь отшелушивающим тоником, отшелушивающим лосьоном от Клиник. Подобрала, конечно, под тип моей кожи, то есть я, в принципе, довольна. Вообще я очень люблю фирму Клиник, она мне очень подходит. Она гипоаллергенная, то есть никак не раздражает кожу, не закупоривает поры. В принципе, вы можете подобрать то, что вам именно подходит. Здесь принципиально не самыми фирмы, самыми продукты, а именно шаги, которые я рассказываю. После чистки обязательно нужно увлажнять кожу. Насчет увлажнения я всегда слышу постоянно какие-то оправдания от девушек, почему они не пользуются кремами. То есть или жарко, допустим. Ой, летом какие там крема, жарко. Или там у меня жирная кожа. У меня и так жирная кожа, зачем им увлажнять? Хотя одно с другим совсем не связано. Есть увлажняющие крема для жирной кожи, для сухой кожи, для всякой. То есть и жирная кожа тоже нуждается в увлажнении. В увлажнении нуждается любая кожа. Точно так же, как организм нуждается в воде, постоянно все советуют пить воду каждый день по 2 литра. Точно так же и кожа нуждается каждый день в увлажнении. Если вы поймете это, если вы начнете, чем скорее, тем лучше увлажнять кожу, вы действительно увидите результат. Я сама увидела на своей коже огромную разницу с тех пор, как я начала пользоваться увлажняющим кремом. То есть, в принципе, здесь ничего сложного, просто нужно после очищения каждое утро наносить крем, желательно даже массируя по массажным линиям. Кстати говоря, и лед тоже, а льдинки тоже лучше наносить массажными линиями. И точно так же крем, если еще и вы будете массировать кожу, и крем быстрее впитается, и так же это будет полезно для кожи лица. Также увлажняющий крем, он хорош тем, что вообще вот после нанесения этого крема очень хорошо наносить дальше макияж. То есть, приятнее, и лучше садится сам макияж. Тон, тональный крем, пудра, будь что угодно. База под макияж тоже. То есть, крем еще и как бы подготавливает кожу к дальнейшему макияжу, если вы любите краситься, если вы краситесь, то есть, можно и не краситься, конечно. Также хочется отметить, что вместо увлажняющего обычного крема в летнее время, то есть, или в солнечное время, так скажем, потому что сентябрь и май тоже туда входят, нужно пользоваться солнцезащитным кремом, увлажняющим солнцезащитным кремом. То есть, просто заменяйте один крем другим, чтобы защищать кожу от солнца. Это тоже очень-очень важно. А, я не показала свой увлажняющий крем, клиник, который мне пользуется, тоже клиник, да, тоже я, в принципе, довольна. Хороший крем. А вот увлажняющий, солнцезащитный, сейчас не могу показать, потому что он у меня закончился. Солнцезащитный крем, это еще один шаг, это еще одна защита от старения кожи, потому что солнце стареет кожу, это доказано, это доказанный факт. Многие думают, что загар, это очень хорошо, это полезно. На самом деле, от загара никакой пользы. Даже витамин D получают люди, ну, когда просто выходят на улицу, то есть, не обязательно загорать долго под солнцем, чтобы получить витамин D. наоборот, вы, от солнца стареет кожа. Просто многие любят привлекающие внешности, там, привлекающие, кожа становится, может быть, более привлекательной. Но никакой пользы от солнца, от загара вы не получите. Поэтому солнцезащитный крем, он очень важен. Конечно, помимо увлажняющего крема для всего лица, лучше всего для кожи вокруг глаз использовать свой крем. Потому что там кожа намного мягче, она все-таки требует тоже своего ухода. Вот. Сейчас я... У меня такая миниатюрка от Клиник тоже. То есть, он для кожи вокруг глаз. То есть, это даже не крем, а такая вот сыворотка, так скажем. И здесь очень прикольный у них такой шарик. И он еще такой охлаждающий. Спасибо за внимание. Буду рада вам помочь. Если мои советы хоть как-то вам помогут, буду очень-очень рада за вас. Спасибо.